МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Подводим итоги понедельника. Первого рабочего дня в студии Олега Танзейский. Новости начинаются. Итак, в России начался новый учебный год. В Ненецком округе за парты сели 6,5 тысяч школьников, в том числе 720 первоклассников. Напомню, 1 сентября в этом году выпало на субботу. Однако, несмотря на выходной день знаний, в местных образовательных учреждениях решили не переносить, как это сделали во многих других субъектах страны. Торжественные линейки, банты, яркие шары, букеты цветов и, конечно, школьный звонок. Праздник, когда дети начинают новую жизнь. Репортаж Людмилы Сидейской. Волнительный момент. До начала линейки считанные минуты. С серьезными лицами они то и дело смотрят по сторонам. Еще бы, ведь для первоклассников третьей городской школы здесь абсолютно все новое. Школьный актовый зал едва смог вместить всех желающих. Глава Ненецкого округа, обращаясь к ученикам, их родителям и педагогам, заявил, уже в следующем году коллектив образовательного учреждения может отметить долгожданный переезд. Вам предстоит 10 прекрасных лет жизни в стенах этой школы. Я вам завидую, потому что у вас точно еще будет возможность переехать в новое здание, которое мы сейчас строим. А мы планируем, честно говоря, сделать его самым современным из всех в миспортном округе школы. Я надеюсь, что это будет такое настоящее современное, красивое, уютное учебное заведение. И вам еще точно предстоит там провести много лет свое учебное. Для одних школьная линейка первая, для других последняя. И хотя до выпускного еще целый учебный год, ребята уже задумываются об экзаменах и, конечно, вузах, в которых продолжат получать образование. Задача региональных властей сделать так, чтобы будущие специалисты возвращались в Ненецкий округ. Один из потенциальных работодателей – Наринмарский объединенный авиаотряд. Предприятие готово сотрудничать с молодыми кадрами. Первое образование, все летные училища, по крайней мере, очень бесплатно, авиационно-технические, очень бесплатно, поэтому проблем на сегодня нет. Единственное требование к летному составу – очень высокие требования к здоровью. Но если человек захочет приобрести, мы ему всегда поможем, дадим направление для того, чтобы этот человек учился. А это четвертая городская школа. Праздничную линейку по традиции провели на улице. В этом году в образовательном учреждении открылись сразу пять первых классов. Вот они – главные виновники торжества. В руках шары и яркие букеты. Дорогие ребята, добро пожаловать в этот интересный, увлекательный школьный мир. Вас ждет очень много интересного. И рядом с вами всегда будут ваши любящие родители, заботливые, и, конечно же, ваши классные руководители, ваши учителя, которые тоже будут заботиться о вас. Всем вам успехов! В добрый путь! Есть задача, которая стоит перед педагогическим коллективом. Но, уважаемые родители, справиться с этим без вашей помощи нельзя. Поэтому все, кто стоит сегодня на этой площади, это единые участники единого образовательного процесса. День знаний отметили и в пятой общеобразовательной школе. В новом учебном году учреждение открыло свои двери для 58 первоклассников. Я сегодня ученица первого класса буду учиться. И скажу я в этот день, что учиться не менее, а мечтать не дальше. Сейчас первый раз я учусь в класс. 72 класса вечера. День знаний. Еще вчера они были дошкалятами, а уже сегодня их официально посвящают первоклассники. Такие маленькие, нарядные и счастливые. Многие не до конца понимают, что именно сейчас, на торжественной линейке, начинается их путь во взрослую школьную жизнь. И первые поздравления, теперь уже ученики, принимают от директора школы Натальи Чаловой. Дорогие ребята, в год на славу прекрасно сегодняшнего дня. Я вы пришли в школу. Мы начинаем развить, вы готовите встречи с вами. И школа, и школа, и вас здесь. Поздравить школьников с новым учебным годом пришел председатель регионального парламента Анатолий Мяндин. Он пожелал ребятам отличной учебы, терпения и, конечно, хороших оценок. Затем вручил дипломы и подарки старшеклассникам, которые заняли первые места в окружных творческих конкурсах. Наступает самый важный и волнительный момент. Звучит первый звонок. Пройдя круг подсчета, ребята вместе с учителями и родителями уходят на классный час. В первом Б 27 учеников. На партах их уже ждут буквари, учебники математики и русского языка. Первоклашки с интересом рассматривают школьные книги, а родители внимательно слушают педагога. У меня есть читатель и писатель? Я и читатель и писатель умею. Кто тебя научил? Мама. Ты волнуешься сегодня? Да. Почему? Первый раз я пришел в школу, не знаю, что здесь как. Ты же сейчас интересен, идти в школу? Я сама. Почему? Потому что там учат, и там буквы говорят, как называется, и читать. В этой школе не первый раз. Мы полгода посещали дошкаленок. Пришли в этот класс уже к знакомому нам учителю, к Ольге Владимировне. Очень рады, что она будет нашим педагогом на предстоящие три года. Ольга Прилукова в своей профессии 23 года. Этот класс у педагога уже шестой. И как признается Ольга Викторовна, День знаний для нее всегда незабываемый праздник. Праздник от общения с коллегами, с детьми. Очень много позитива. От детей ведь идет очень много светлой энергии. Вот как будто бы заряжаешься этой энергией. Как-то вот радостно, на душе становится весело и вообще прекрасно. Людмила Сидейская, Олег Хатанзейский, Сергей Качегов, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Ненинский округ посетил Героя России Алексей Романов. Он принимал участие в военных действиях в Афганистане и в первой чеченской кампании в 99-м спецопирациях на Северном Кавказе. В столице региона Алексей Романов приехал не случайно. Он является официальным представителем федерального проекта «Вахта героев». Подробности в материале Александры Литковой. «Вахта героев» – так называется проект, в рамках которого люди, награжденные медалями «Золотая звезда», посещают регионы и встречаются с молодежью. Проводят уроки мужества и патриотические беседы. Этот визит в Ненинский округ стал первым для Героя России Алексея Романова. С вашей легкой руки, правда, в одном лице, посчитал важным приехать сюда и постречаться с молодыми людьми. Поговорить с ними о том, что такое, или как они понимают слово «родина». И постараемся выстроить диалог с молодыми людьми, чтобы можно было поговорить. Потому что понимаем, что это очень нужно и важно делать с молодыми людьми на раннем этапе, чтобы позже они могли сделать выбор своей профессии. После встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Ненинского округа и возложения цветов к обелиску Победы и памятнику солдатам на Аллее Славы в Наринмаре, для Героя России провели экскурсию в Ненинском краеведческом музее. Там ему рассказали об истории региона и быти коренного населения. Любой регион, когда приезжаешь первый раз, информацию в большей степени, при наличии даже интернета, получаешь из краеведческого музея. И сегодня мы провели экскурсию в краеведческий музей, послушали экскурсовода и с огромным удовольствием понимаешь, что наша страна необъятная и в нашей стране есть все, что не захочешь. Поэтому я считаю, что каждый регион сам по себе уникален и дорожить нужно теми людьми, которые живут в каждом регионе. Затем участник боевых действий отправился в Красное. Встреча с жителями поселка и активистами военно-патриотического клуба «Поиск» прошла в музее школы. Там Герой России рассказал о своем жизненном пути и боевом прошлом. В День знаний Алексей Романов принял участие в торжественных линейках в первой и в четвертой городских школах, а также встретился со студентами Ниньского агроэкономического техникума. Александра Литкова, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Мастер-классы по ракетостроению и нейропилотированию от летчиков-испытателей и космонавтов в Наринмаре готовятся к проведению детско-юношеского фестиваля «Через Артику к звездам». В столице региона он откроется уже в предстоящую пятницу, 7 сентября в 15 часов. На площади Мараций состоится урок мира. Организатором выступает некоммерческая организация «Друзья Заполярье». По словам ее руководства, главная цель масштабного мероприятия – как можно ближе познакомить ребят с темой авиации. Сам фестиваль состоится в несколько этапов. Завершится он лишь 12 апреля. Все это время в Наринмаре будут проходить различные акции, конкурсы, выставки и многое другое. В качестве гостей – герои России, космонавты и представителей данной отрасли. Если в прошлом году мы проводили всероссийский фестиваль «Артика к Дети Космос», и этот фестиваль, основная его цель была – это привлечь внимание героям космоса к славным легендарным личностям, к славным датам в истории нашей страны, Отечества, то в этом году у нас более целенаправленная идет цель – это привлечь внимание именно к техническому творчеству, к профессиям, которые как раз требуют развития этой отрасли. У нас уходит поколение, и вот те люди, которые инженеры, конструкторы, которые у нас сегодня являются легендарными, некоторые из них еще работали вместе с Сергеем Королевым, Глушко и многими другими конструкторами, они могут еще передать этот опыт. И вот у нас такая как раз представилась уникальная возможность. Этим людям уже, конечно, далеко за 80 лет. Но они приезжают для того, чтобы все-таки передать эти знания, этот опыт, рассказать. Это будут очень интересные лекции рассказать нашим детям, потому что для нас, для Севера, мы прекрасно знаем, как авиация – очень важная отрасль, и мы должны об этом говорить. Итак, напомню, торжественное открытие детско-юношеского фестиваля «Через Арктику к звездам» в столице Ненецкого округа состоится 7 сентября. Ну а уже в субботу запланированы мастер-классы по ракетомоделированию. В этот же день вечером недалеко от главной площади Нарейнмара участники произведут запуск собранных ракет. В Нарейнмаре впервые в истории отметили народный праздник – День Флора и Лавра. Они – особые фигуры среди всего пантеона русских святых, так как являются покровителями крупного рогатого скота, в частности лошадей. По традиции в этот праздник лошадям устраивали выходной от работы, готовили особое лакомство и даже меняли им имидж. Зачем, знает Любовь Пермякова. В этот день на лошадях не работали. С утра их чистили, мыли, гриву заплетали в косы и украшали ее лентами. Все обряды на Руси строго соблюдались, ведь их неисполнение сулило беду, а послушание, наоборот, предвещало процветание и долгую жизнь скотины. Поэтому даже в самом бедном дворе коней старались не только нарядить, но и накормить досыта. В этот день даже на хлебе ставили знак конских копыт. Причем для лошадей пекли специальные лепешки или каравай. И угощали их с благодарностью. Кушай на здоровье, дорогой. И обязательным угощением были, конечно же, яблочки. И по поверью, тот человек, кто угостит в этот день лошадей яблочками, покормит, погладит, будет счастлив весь год. Причем угощали яблочками и другими лакомствами в этот день не только лошадей, но и другой домашний скот. А еще проводили ритуал с водой. Для этого на берег реки пригоняли лошадей, которых священник окроплял святой водой. При этом каждый хозяин, приводящий жеребца, старался, чтобы на его скотину попала хотя бы одна капля. По народным верованиям, это должно было оберегать их от падежа и других неприятностей. Чтобы такие интересные традиции не забывались, конно-спортивный клуб «Фортуна» решил провести для окружных ребятишек лошадиный праздник. Отметили по-народному весело, с играми, песнями, плясками. Кстати, «Фортуна», который находится в районе факела и где постоянно проживает 6 лошадей и еще более 20 разных животных – это кролики, козы, морские свинки, инотовидная собака, носуха и корова – уже заслуженно полюбился многочисленным жителям округа. Очень интересно, познавательно, то, что можно поучиться кататься на лошадях бесплатно. Ну и, в общем, животных много. А что ты пожелаешь лошадкам? Я желаю им быть здоровыми, сильными и много радостей. А много приезжает в день человек? Много. Начиная от 10 до 15 до 30 по разными группами. Кто-то приезжает со школы, кто-то приезжает в садик, кто-то приезжает коллективно. Пустозерский дом, интернат, детский дом – все по-разному. Но здесь никогда не бывает безлюдно. Многолюдно было и на празднике Фрола и Лавра. Поздравить одного из самых почитаемых животных на Руси пришли более 70 детей и взрослых. Три-четыре! Поздравляем! 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 Три-четыре! Поздравляем! Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север». И в завершении выпуска воздушные акробаты, клоуны, гимнасты, иллюзионисты, жонглеры, варьете, дрессированные животные и многое другое. В столице региона под одним куполом собрался звездный состав артистов цирка «Шепито Альянс». В Наринмаре они будут работать до конца недели. Нашей съемочной группе тем временем удалось побывать на одном из самых первых выступлений. О бурных эмоциях маленьких зрителей прямо сейчас. Бурю эмоций у детей и взрослых на одном из выступлений цирка «Шепито Альянс» вызвал неподражаемый клоунский дуэт «Пирожки». И еще бы, ведь многочисленные зрители за артистами не просто наблюдали, но и устроили с ними настоящий батл с воздушными мечами. В этой битве проигравших не было. Победила незабываемая энергетика. И это только малая часть программы. Программа нашего цирка предусматривает, вернее, вбирает в себя все цирковые жанры, которые будут интересны не только деткам вашим, но и вам, я думаю, всем жителям города Наринмар. Это цирковые жанры, воздушные акробаты, гимнасты, иллюзионисты, жонглеры, варьете, клонский дуэт и, конечно же, номера с экзотическими животными. Кстати, аттракционы с экзотическими животными уже покорили миллионы сердец российской публики. Не стал исключением и Ненецкий округ. Несекаемый восторг вызывал каждый номер, а их в программе оказалось немало. Джигитовка обезьян на шедленском поне, медведи на велосипеде, канадские волки, парящий под куполом персидский леопард, маломутый, великолепная пума. Уникальные животные, сложнейшие трюки, тонны музыкального и светового оборудования, спецэффекты, адреналин, драйв, зажигательная музыка, и скрометный талант настоящих артистов, у которых каждое выступление – маленькая история с оригинальным сюжетом, незабываемое приключение для малышей и их родителей. Изначально думал, что Максиму понравится, а я буду сидеть в телефоне, там, ну, клоун – это все не по-нашему немного. Но в итоге все абсолютно не так, понравилось обоим, смотрели вообще на одном дыхании. Представление само по себе довольно долгое. Был небольшой антракт, и даже вот настолько хорошее представление, что во время антракта даже не хотели мы с ним уходить, чтобы ничего не пропустить, хотелось еще больше, 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 как можно больше. Все очень понравилось, и животные, и гимнасты, и клоуны, в общем, чего там только нет. Кто не был, обязательно вам советую посетить это прекрасное мероприятие. Кто был, даже можно сходить и по второму, и по третьему разу еще. Мне прям очень круто. Мы прям с Максом повеселились, и вот в итоге приехали домой, и даже уснуть потом два часа не могли, все обсуждали. Окунуться в потрясающую атмосферу волшебства и увидеть магию своими глазами вы можете уже сейчас. Касса работает в шатре цирка на площади Ленина. Ежедневно с 10 до 19 часов, без перерыва и выходных. Представление длится около двух часов. А посмотреть его можно будет три раза в неделю. В пятницу, в субботу и в воскресенье. Любовь Пермякова, Ленин Шишелов, Телеканал Север. Такова была информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и хорошего вечера.